День зимних видов спорта отметили пенсионеры округа. На стадионе спортивной школы «Феникс» прошли соревнования для самых зрелых спортсменов. Зимние соревнования для пенсионеров проходят уже в третий раз. С каждым годом популярность у спартакиада растет. География расширяется и спортивный праздник становится семейным. Участников было сорок. В прошлом году было сорок девять. А сейчас уже будет участвовать сегодня шестьдесят семь. Участвуют три семейных пары. Ольга Уланова вместе с супругом не представляют свою жизнь без спорта и туризма. Они побывали в разных уголках России. От Подмосковья до Дальнего Востока. Любит путешествовать и предпочитает пляжному отдыху, прогулки по туристическим тропам. Мы очень любим заниматься активовыми видами спорта. Ходим в бассейн. Занимаемся утром гимнастикой. Ходим у нас по Кабаново. Вот на Павловске. Спортивная программа праздника была насыщена. Стрельба из винтовки, бег на лыжах, скандинавская ходьба, метание гранатой, хоккейные броски по миниатюрным воротам. Для кого-то спортивный инвентарь был в новинку. Кто-то занимается спортом всю жизнь. Объединяло всех одно – здоровый спортивный азарт. Ура! Пенсия – это то время, когда находишь возможность сделать свой досуг разнообразным. Благодаря таким спортивным фестивалям многие встают на лыжи или берут палки для скандинавской ходьбы и устраивают себе часовые марафоны на природе. У нас, пожалуй, люди очень активные. И каждый год мы сдаем с ними и нормы ГТО, и проводим вот такие вот великолепные праздники, и играть в хоккей, и бегать на лыжах. И просто получать хорошее, позитивное настроение. Поэтому они подают пример, и молодые на них смотрят, тоже подкладывают эту эстафету и продолжают развивать спорт в городском округе. Зимняя спартакиада длилась больше часа. Никто не жаловался на усталость или недомогание. Напротив, у рекордсменов появилось желание побить собственные достижения. А у тех, кто уступил, взять в следующий раз реванш. Продолжение следует...